Всем привет! Короче, вы уже поняли, что сегодня я буду показывать вам свои вещи, которые я приобрела недавно. Изначально я не хотела снимать это видео, потому что вещей будет достаточно мало. Мало. Много не будет. Вещей будет достаточно мало, но я всё равно хотела поделиться своим опытом покупки вещей. Я первый раз заказала вещи с Ассо, то есть я всегда боялась заказывать с Ассо, потому что я слышала очень много отзывов про Ассо, и мне ничего не приходит. Я думаю, если мне ничего не придёт, то мне будет очень обидно, потому что меня уже обманывал Алиэкспресс. 6 лет. 6 лет идёт мой чехол для планшета. У меня уже нет планшета. У нас в школе очень строгая школьная форма, типа девочкам нельзя носить брюки. Поэтому мне пришлось заказать школьную форму с Ассо, потому что в моём городе магазинов нет. Я заказала не очень много вещей, потому что я, ну, бедная, не нищая. Также я сегодня покажу вам несколько вещей с Алиэкспресса, которые мне наконец-то дошли, и несколько вещей, которых я купила, знаете, таким простым, простецким, нашим старинным образом в магазине. А вот там вещи. Они лежат неспроста. Я их положила специально, чтобы взять для видео. Мне пришла кофточка с Алиэкспресса, которую я действительно давно хотела заказать. Я хотела заказать её ещё весной, но не знаю, почему я это не сделала. Я, типа, тогда-то пофиг. И я заказала её примерно в конце августа, и она мне пришла с сентября, наверное, 14-го, достаточно быстро. Я выбирала между, знаете, свитером, типа, как буловером, свитшотом. Я не знаю. Я у нас столько старая. Нет. В целом 1000 рублей, он, типа, не так дорого. Он по качеству реально неплохой. Тянется. Но я думаю, он закатается буквально через две недели, если не быстрее. Я ношу её так вот с юбочкой, с носочками, и мне всё очень нравится. В качестве достаточно приятно. Так что эту кофточку я оставлю в 210. И вторая вещь, которая... Ты чё? Вторая вещь, которая пришла мне с Алиэкспресса. Я заказывала её ещё в мае. Пришла она мне буквально месяц назад. Я думаю, да, спасибо. Я не помню вообще, чтобы я это заказывала. Типа, я практически не ношу вот эти штуки. В общем, это такая вот подвесочка со звёздочками. Цела она 60 рублей, по-моему. Или чуть меньше, или чуть больше. Но, типа, достаточно наступная цена. Но здесь... Я забыла ставить оценки. В общем, этой подвесочке я ставлю... Можно просто просить войти. А, я их ставлю 60, потому что, во-первых, она очень долго шла. Во-вторых, я думала, что она будет короче. В-третьих, просто... Я вообще забыла, что я её заказывала. Неважно, это первая низкая оценка в моей рубрике. Типа, я такая сукка. Носки-то у меня классные, смотрите. Ну что ж, давайте начнём с того... Точнее, продолжим с того, зачем мы сегодня все с вами собрались. Я заказала три вещи с Асоса. Не так много. Но и не так мало. Если подумать. Больше, чем одна. Собственно, сам кардиган я заказывала М. Потому что я всегда веду на выезд. Я знаю, что эти кардиганы очень маленькие. И даже М-ка, она мне прям вот... Ну, типа, прям вот... Как Эска. То есть, села впритык. Я думаю... Что мне это заказывать? XXL? Или что? Я заказывала М-ку. Здесь написано 34 размер. Чего еще есть? 34-я, это вроде как Эска вообще. Не знаю. По качеству он достаточно неплохой. Ну, типа, обычный. Вот. Стоило 1400 рублей, что достаточно дорого для такого кардигана. На Алиэкспрессе можно зайти за рублей 600, наверное. Но я просто такая... Ну, ладно, попробую с Асоса заказать. Потому что я думаю, что там качество получше. Хотя, на самом деле, не знаю. Они все производят в Китае. Типа, то же самое. Но такое ощущение, что... Ну, знаете, я Асосу как-то больше доверяю в хладнее качество, чем Алиэкспрессу. Хотя, мне кажется, одно ловно. Вот сейчас я померю, как бы выглядел мой школьный лог с этим кардиганом. Типа, вы посмотрите. Ну, насколько он школьный? От одного до десяти. Давайте. Я заказывала эту кофту в надежде, что я буду ходить в ней в школу. Но, скорее всего, нет. Она оказалась слишком маленькой. Но еще здесь расходятся плуговицы, как будто она не маленькая. Хотя, это М. Я не понимаю, как размер мне заказывать. Но, в принципе, мне нравится, как она сидит. Ну, типа, в ней можно ходить в более интересные места, а не в школу. Со шляпой сидит отлично, поэтому 8 июстинь. Носки. Я действительно заказала носки на Асосе, типа. Не, я не буду это комментировать. Нет. Ладно. Я заказала носки на Асосе. Я не знаю, что мне еще про них сказать. Белые стоили 150 рублей. Типа, у меня было столько выбора на Асосе. Я могла сказать любую вещь, но я сказала носки. Ну, я не знаю. Типа, я такая, пофиг, я заказала носки. Не знаю. Зачем нужны белые носки, если есть носки с куклами? Зачем же я заказала эти носки? Кстати, раскрою правду. Секунду. Ботинки. В общем, я заказала первый раз в жизни с интернета обувь. Я всегда очень боялась заказывать обувь с интернета, потому что, ну, типа, знаете, обувь такая вещь, она может вообще не подойти, даже если ты заказываешь свой размер. Выбрать обувь сложно на же время жизни. Я, типа, выбираю в магазине. Ммм, герл. Так что я заказала ботиночки с Асоса. Тут еще нет. Я не знаю, чего показываю. Ну, типа, коробка пришла вот такая. Меня обманули. Меня жестко обманули. В общем, я заказала ботинки в школу к Асосу. Ой, наоборот. Я заказала ботинки с школы... Да. Я заказала ботинки с Асоса к школе. Вот. Стоили они где-то 3000 рублей, что, в принципе, не так дорого для обуви, но и, типа, не прям дешево. Я сказала, чтобы носить в школу. Я все продумала. Я заказала носки с ними. Типа, смотрите, это очень классно выглядит сейчас. Вот так носить. Ну, типа, обувь, и там носок торчит. Я думаю, это как-то хайпово, что ли. Я очень боялась заказывать обувь, если честно, но у меня просто не было выбора. Знаете что? Сейчас вам скажу. У меня есть мои вансы, которые я нашу постоянно, и, типа, школьные обуви у меня не было каковой. Но я посчитала это странным. Представьте себе, я приду, знаете, в такой блузке белой, значит, в юбке, карандаш, как все по школьной форме, и в вансах, ну, в кедах. Ну, мне как... Вот. Я все равно так хожу на глазах сейчас. Мне вообще пофиг. Я сказала 39 размер. На самом деле, у меня размер 38 или даже чуть меньше, но я очень побоялась, что они будут маленькие. Типа, ладно, если большие, но маленькие... Но. Они оказались мне большеваты. Ну, в принципе, достаточно удобные. Не сажать, как много в моей жизни, но нормально. Так что обуви я могу поставить сколько? 80. Я поносила их две недели. Да, я хожу очень неаккуратно, я споткнулась раз... Ну, давайте не будем считать. А на них остались вот такие вот небольшие зазоры. Не знаю, как объяснить. Ну, так, в принципе, уже достаточно хорошее состояние. Спустя две недели... Это было все сасаться, типа. Перейдем к тому, что я не заказала, а приобрела в магазине. Лично. Я уже заспамила эту кофту и везде. Если вы на меня подписаны, вы 100% это видели. Вот. Я просто... Я очень сильно... Я очень сильно ее люблю. Это кофта Юко с медведем, который играет в баскетбол. Я действительно очень сильно люблю эту кофту. Она офигенная. Типа, я когда увидела в магазине, я такая, все. Я... Я все. Я беру. Это H&M. И это очень классно. Это офигенная кофта. О, гад. Она с... Клисом, с теплым... Я не знаю, в общем, тепло здесь. Я влюбилась в свет этой кофты. Посмотрите, она безумно костей. Вот свет такой изумрудный. Вы знаете, сейчас... Что-то такое. Она мне прям очень сильно понравилась. Я ее ношу каждый день буквально. Ну, я просто... Я не знаю, что носить еще. Я вообще никуда не выхожу. Я ношу так чуть-чуть. Кому я вручу? Так что сейчас вы увидите все в действии. Эта кофта сидит потрясающе. Типа, она хороша во всех аспектах. Так что эта кофта, это значит 10-10. Я не знаю, что про нее еще сказать. Она просто очень крутая. 10-10. Это абсолютно чемпион. К этой кофте отлично подошли рокерские очки. Григория Лепса. Блин, ну это неприятнейшая ситуация. Что ж мне теперь с этим делать-то, господи помилуй? Я так понимаю, это было все, что я хотела своему вам показать. Было достаточно мало всего. Я очень сильно хочу есть. И сейчас 12 часов ночи мне вставать через... Но, типа, я очень сильно хочу есть. Я не ела практически весь день. О, гад. Я пойду делать себе рис. Рис. Всем привет, я уже на кухне. Мой канал опять превратился в кулинарный. Я просто примеряла вещи. Я очень сильно хочу есть. Я очень голодная. Типа, я последний раз у меня ела где-то в час дня. Я вообще, типа, такого никогда не было. Мне просто нечего есть, потому что пока что я одна дома. Поэтому я сейчас буду делать рис. Собственно, я пришла есть. Я хотела лечь сегодня пораньше, но... Видимо, нет. Я просто очень хочу есть. Есть смысл вообще ложиться спать? В общем, всем спасибо большое за просмотр. Если вам понравилось это видео, можете поставить лайк. Подписаться на мой канал. Подписаться на мой инстаграм. Всем очень сильно люблю, целую, обнимаю. Пишите, что у вас нового, как у вас дела. Всем пока. Я пошла есть. Субтитры сделал DimaTorzok